Друзья мои, всем привет! Сегодняшнее видео будет очень полезное, информативное для тех, кто любит спорт. Где я нахожусь? Я нахожусь в спортивный квартал, город, отель, бархатные сезоны. И уже так назвали его город Сириус. Этот спортивный квартал, это бывшая олимпийская деревня, в которой раньше проходили соревнования Олимпиада 2014 года. И на данный момент, после Олимпиады, это уже осталось в стадии туризма, отдыха и спорта. Сколько здесь кварталов находится? Ну, я, честно говоря, вам не скажу. До хренища корпусов. Как минимум, где-то около 20 корпусов. Они вообще очень хорошего внешнего вида, очень свежие. И, как вы видите сами, здесь проходят спортивные мероприятия, спортивные сборы, спортивные всякие целые движения. Да и не только спортсменам здесь можно отдыхать. Здесь можно отдыхать и любым желающим туристам. Приезжайте, размещайтесь, балдейте, отдыхайте. Там, за зданиями, которые находятся буквально с моей спиной, находят сразу же горы. Там можно же туда поехать и на лыжах покататься. Здесь можно же и... А, кстати, море, море, море находится буквально в приблизительно 500 метрах от этой площадочки. И здесь можно сразу же, а точнее не можно, а я постоянно бегаю кроссик, выбегаю туда. И вдоль набережной можно и покупаться, и позаниматься спортом, и побалдеть, поотдыхать, и в клубы, бары, рестораны сходить. Ну, бары, рестораны-то есть, а вот клубов тут, честно говоря, нету. А надо ехать немножечко 7 километров отсюда. К чему я всё это веду? Я веду к тому, что здесь офигенно классная инфраструктура. Тут тихо, спокойно, нету никакого шума дамы. Тут очень свежий воздух, горный морской воздух. Здесь получается, что очень просторные помещения такие, я имею в виду, что между корпусами нету ничего такого сбитости. И чувствуешь просто реально себя человеком. Здесь находятся на территории площадки, футбольной площадки, волейбольной площадки, баскетбольной площадки. Есть площадка для того, чтобы поиграть в пляжный волейбол. Есть даже, вот как вы видите, вот такой бассейн. Я даже видел ещё другой бассейн, связанный с плаванием, но он, скорее всего, приотельный. Но, грубо говоря, здесь можно спортсменам реально разместиться, очень хорошо отдохнуть. Очень полезная атмосфера, очень полезная. Потому что свежий воздух, морской воздух, это вообще охрененно, ребята. Всем добра, всем мира, я вам показываю дальше, что будет здесь находиться. Сейчас пробежимся по территории, я вам кое-какие фрагментики покажу, смотрите внимательно. И вообще подписывайтесь на канал, для того, чтобы было очень много интересной и полезной информации в вашей голове. Корпусов очень много, корпуса светленькие, красивенькие. Забор, как я и говорил, здесь присутствует, но вход на территорию здесь свободен. Здесь есть прокат велосипедной и другой техники. Вот, конечно же, это за деньги. Природа здесь вообще колоссальная, прекрасная. Как я вам говорил, что приблизительно в 500 метрах мы сейчас туда с вами зайдём. Находится море. Буквально пешком пройти, не говорят, что пробежать, можно сразу же покупаться. Здесь у нас находится столовая, пункт общественного питания. Таких столовых очень много. Видите, даже площадки для детей. Отличный сервис культурного отдыха. О, видали, какой движняк. Здесь вот есть центр здоровья. Как видите, сам приём врачей, лабораторные исследования, массажи, спа, процедуры, водолечения. Короче, обалденный большой перечень всяких услуг по нормальным доступным ценам. Блин, слушай, столько много приятного, полезного, капец. Площадочка для детей и отличного качества, вообще мега крутой детский комплекс. Экскурсия без проблем. Большое количество. Нормальные человеческие цены. Торговые павильончики. Продают шмотки и всякую другую сувенирную продукцию. Кстати, видите, вот написано столовая. Таких столовых, врать не буду, здесь на расстоянии каждые 30 или каждые 50 метров. Очень много таких столов. Они очень дешёвые. Плюс-минус можно наесться взрослому человеку за 5 долларов. Возвлекательных таких центров именно на этой площадке, на этой территории здесь нет. Здесь много магазинов, много пунктов общественного питания, много пунктов прокатов. Но вот такие движухи, как клубы-рестораны, они расположены в другом месте, буквально в 7 километрах отсюда. Эту информацию я вам предоставлю чуть-чуть попозже, в другом видеоролике. Так что, ребята, давайте на связи. Очень крутое место для и семейного, и спортивного отдыха. Вообще мега класс. Парк детских развлечений, отдыха и развлечений. Я считаю, что для детей это очень солидное место. Для маленьких детей вообще класс. 100 метров, и ты уже на берегу Черноморского побережья. Вело и беговые дорожки. Что ещё может быть прекрасней, как пробежка на набережной Черноморского побережья. Море, и рядом сразу же находятся спортивные комплексы, реально в которых проходили соревнования Олимпиады. Это футбольный стадион. Здесь можно очень много посмотреть, погулять. Там находится вдалеке хороший парк, чуть ли не американский парк, я имею в виду американские горки. Очень красивая инфраструктура, огромнейшая, просторная. Если вы сюда приедете, то просто утонете в отдыхе, в бездне красоты. Вообще, крутяк. Пошёл, 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 пошёл. Вот такие ребята, здесь тоже есть развлечение, а точнее даже можно прийти, просто круто посмотреть. Машины здесь то ли свои, то ли профессиональные. Я имею в виду, что свои. И ты можешь свою тачку взять и просто по трассе погонять за определенную сумму денег. Либо взять в аренду тачку для того, чтобы погонять. Блядь, это вообще капец. Можно было бы, конечно, ещё очень много чего интересного и полезного вам показывать и рассказывать. Это уже будет в других сериях. А сейчас мы пробежечку устраиваем по всей этой красоте, красотулечи. Вообще классно. Совмещаем приятное с полезным. В середине города занимаются дети спортом. Специально олимпийские дорожки. И буквально с правой стороны, как я вам говорил, что есть очень хороший парк отдыха и развлечений для детей и для взрослых. Колесо обозрения, американские горки, мёртвые петли и так далее. А там ещё, ещё есть много интересной инфраструктуры. Кстати, вон баскетбольная площадка, волейбольная площадка. Здесь вот находится диноклуб. Это Сочи парк. Закрытый парк отдыха и развлечений для детей. И рядышком даже есть картинги. Также спортивно-массовое мероприятие здесь проходит. Сейчас идёт футбол. На футбол можно прийти посмотреть, но и другие мероприятия. Так что развлекуха полным ходом. Олимпийские кольца. Здесь проходила Олимпиада в Сочи. Также вот видите, огромнейшая площадка. Стадион Формулы номер один. Вообще есть что посмотреть, есть где потусоваться. Есть очень много интересной инфраструктуры, где можно просто проводить свободно и круто время. Под управлением компании Ирон перед вами выступят 246 подно-пневматических ушек. Ребята, ну что, в завершении этого шикарнейшего, очень интересного и полезного видеоролика хотелось бы сказать, что занимайтесь обязательно спортом, приезжайте в Сочи, город Сириус. Новая Сочи, можно сказать, Олимпийская деревня, Олимпийский город, бывший Олимпийский город. Я думаю, что вы 100% не пожалеете. Подписывайтесь на канал, для того, чтобы получать очень много интересной и полезной информации. С вами был YouTube-канал Биг Спорт Денис Самусевич, прямо из Адлер, Новый Адлер, Сочи, город Сириус. Ребята, и если вы желаете приобрести хорошие спортивные товары, сгодка веса, там костюм, термокостюм, сауна, перчаточки боксёрские для ММА, или вообще что-нибудь ещё такое интересное, переходите по ссылочке внизу, в описании под этим видео, я оставлю ссылку на Озон, Валберес и так далее, и приобретайте. За гарантию качества отвечаю. Всё, ребята, всем здоровья и побед! С вами был YouTube-канал Биг Спорт. Лайки, подписи, кодменты, всё принимается. Всем респект!